приветствую вас уважаемые подписчики и гости моего канала магия успеха старое самопознание меня зовут наталья кто со мной еще не знаком и давайте посмотрим сегодня что происходит с вашим загаданным человеком в сегодняшнем дне настраивайтесь на расклад полюбопытствуем как он сегодня поживает что у него происходит представьте этого человека визуализируйте произнесите его дату рождения имя образ хорошо хорошо вспомните и давайте посмотрим первый вопрос таких энергиях каком настроении сегодня находится загаданный вами человек о чем он сегодня думает о чем размышляет что содержит на сердце о чем хлопочет за что переживает какая атмосфера у загаданного человека в доме если мысли о вас думать ли вспоминает ли какие эмоции чувства испытывает вам загаданный человек его намерение в отношении вас в ближайшее время как вообще в целом настроен на вас в будущем вообще какие он с вами видит перспективы глобально посмотрим не то что его конкретные действия а вообще какое будущее он с вами видит и что вам необходимо знать об этом человеке с точки зрения высших сил и это будет касаться непосредственно вас может быть что с ним происходит да и так в каких энергиях каком настроении сегодня находится загадан вами человек иллюзий много мечтаний фантазийность однозначно у него сегодня присутствует хочу это хочу то хочу 5 хочу 10 но определиться я никак не могу потому что скорее всего человек действительно не может определиться для себя что же для него важно что для него главное и приоритет на именно сегодня в сегодняшнем дне давайте посмотрим почему у него такое состояние с чем это связано с чем связано такой непонятное его состояние потому что у него кризис потому что у него конфликт и у него скандал возможно действительно человека пытается найти вариант для урегулирования какой-то неприятной ситуации ситуации у нас у всех естественно могут быть в разных сферах нашей жизни но однозначно однозначно человек ищет возможность варианты для разрешения этого конфликта накала страстей было очень много возможно действительно человек с кем-то поссорился повздорил и прям хорошо повздорил честно говоря а как примириться возможно человек не понимает давайте посмотрим все таки о чем он больше всего думает и размышляет о своем израненном сердечке о своем израненном сердечке душа болит а сердце ноет мысли негативных много что-то действительно у человека произошло неприятное из ряда вон выходящие да с чем связана эта тройка мечей какой сферы это больше касается за что он так сетует за что он так прям расстраивается и переживает мыслим по поводу чего по поводу него конкретно может быть да вы знаете честно говоря конечно сердце это больше был может касаться сердечных дел возможно человек кого-то сильно обидел кого-то предал две карты кстати предательства а как теперь все это замять всю эту историю он не понимает либо его девочки предали обманули и с него реально слетели какие-то розовые очки и он увидел всю истину настоящую картину для себя и честно говоря ему это особо вообще не нравится еще какой момент здесь могли произойти очень сильные встряски на работе вплоть до но действительно каких-то вот прям подстав которые у него были либо его подставили либо он сам девочки кого-то подставил потому что король жезла по сути человек очень активный деятельный фигра там фигра здесь упертый и рядом с такими негативными картами все-таки выходит он может действительно перегнуть палку а теперь об этом сегодняшнем дне он очень много размышлять и знаете сожалению что может быть так поступил с кем-то либо все-таки с ним поступили не очень красиво и он не понимает может быть там я не знаю его сотоварищ партнер по бизнесу его реально могли кинуть и у него в голове не укладывается как так могло такое произойти давайте посмотрим что же все таки он содержит на сердце короля мечей все человек агрессивный злой ух прям накал страстей бывает людей закрылся всех ненавидит всех тут может как говорится слагать в три полки прям жестко непоколебимый железный феликс рассержен чрезмерно очень рассержен на судьбу рассержен на себя рассержена на других людей может быть рассержен ну девочки здесь у него что-то судьбоносное однозначно человек о господи тут скорее всего чуть ли не буберанг ему прилетел но как говорится мы каждый совершаем свои поступки мы примерно предполагаем что может быть но как говорится не располагаем одному богу известно что может последовать за теми или иными действиями поэтому он понимает что очень переломный момент он прям душой это проживает очень переломный момент в его жизни сейчас настал и нужно собраться понимаете тут раскисать ему ни в коем случае нельзя ему нужно собраться и словно как бы переродиться внутри своего рода некая трансформация возможно человек даже прибегает к высшим силам но естественно об этом никто не знает никто не слышит никто не видит просто это идет такой внутренний зов души господи помоги спаси избавь меня от этих мучений избавь меня от этой боли избавь меня допустим от той же агрессии и не просто человеку правда не просто за что он хлопочет о чем он больше всего переживает королева мечей а женщине которая тоже в сегодняшнем дне настроенном по отношению к нему очень категорично она отвернулась от этого человека она с ним не разговаривает она тоже встала в такую серьезную позицию и не собирается отступать от этого и он переживает по поводу этой женщины это может быть бывшая супруга это может быть руководительница начальница но либо просто его тот партнер ли по личной жизни с которым у него не сложилось то есть эта женщина как бы уже прошлом но и также здесь девочки а мужчина может переживать за какие-то документы вообще за за законодательство в целом какое-то да еще с чем связано королева мечей завершение окончания очень сильные глобальные изменения и такое ощущение что больше возврата не будет то что было когда-то понимаете королева мечей если конкретно мы говорим о женщине то еще нужно дойти до этой королевы мечей все начинается условно с королевы кубков да это тогда когда мы чувствуем симпатию мы когда чувствуем что нас любят нами восторгаются и так далее то это уже ушло куда-то далеко в прошлое и действительно этому возврата больше нет и он действительно переживает а неужели это все завершение а ему внутри видите как у него зов что-то переродить что-то как бы воссоздать заново вот у него зов внутри он в нем присутствует он в нем там глубоко сидит если это касается конечно рабочих моментов здесь действительно могло произойти увольнение человека и он честно говоря не понимает куда ему теперь бедному направиться за что ему зацепиться вроде бы это могу это могу или я не могу что-то надо делать и в общем человек здесь реально может как бы быть потерянным неуверенным в себе хотя нам показывать король жезлов король мечей по сути это человек достигатор по своей натуре если он ставит перед собой цель он ее добивается но вот сегодняшнем дне вот прям руки у человека опускаются давайте посмотрим какая атмосфера у него в доме башня разрушение скандал здесь однозначно что-то грандиозное у человека произошло чем связано башня прям резко внезапно скандал из-за чего это башня из-за чего это произошло в башне из-за выбора девочки из-за выбора возможно его вторая половинка если допустим пример у мужчина женат она узнала что есть любовница то есть в верховная жрица возможно из-за той женщины с которой мужчина тайно встречался то есть что-то всплыло на поверхность стало известным стало явным если к примеру все таки это не касается его прям личной жизни то новость которая ворвалась в его жизнь она действительно дома могла вот все разрушить и вот такое отчаяние выбора как быть возможно там дома теперь его не поддерживают наоборот его могут ругать мы тебе допустим говорили а ты не слушался и так далее то есть там поддержки по особо может и не быть вот какой-то такой момент тяжелый ряд вышел ну где а девочки давайте смотреть если мысли о вас думает ли вспоминает ли двойка мечей здесь однозначно мысли есть но они запутанные очень запутанные и человек по сути блокирует вообще старается не вовлекаться в мыслях о вас давайте дополним по сути вы у него девочки все равно в голове сидите у него идут переживания тревожность и знаете такое ощущение вина я виноват я виноват перед этой женщиной девочки если вы его заблокировали и не хотите с ним сегодняшнем дне общаться это его очень сильно расстраивает человек действительно мог действительно сам к этому все под подвести всю ситуацию между вами но в любом случае то что сейчас между вами происходит это его вообще не радует переживает очень сильно переживает и понимает что все нужно дальше жить нужно дальше двигаться восстанавливаться а страшно вы девочки можете усниться только знаете как вы ему снитесь а он не может разобрать вот эти все сны он запутался он очень запутался в отношении вас и вообще здесь скорее всего мужчина запутался в жизни в целом какие эмоции чувства к вам испытывает загаданный человек эмоции есть конечно восьмерка кубков уход уход с сожалением девочки если вы действительно от него развернулись и ушли у человека он понимает что он сделал все таки ваше отношение довел до крайности для до точки и ему теперь из-за этого больно и он страдает ну прям вот карты говорят еще что у него в чувствах эмоциях в отношении вас девятка пентаклей понимаете в какой-то степени вы для этого человека как шли успокоение его души его разума он осознает вашу значимость он осознает вашу ценность для себя но он потерял понимаете все расположение свое которое у него было к вам он может считать также внутри что вы больше не хотите с таким человеком общаться потому что вы нашли себя он он сожалеет девочки внутри у него как разочарование расстройство переживания вот прям как таковой любви конечно я здесь не вижу но вы для него были как выгодны что ли если вы его супруга и вы как говорится нажили движимое недвижимое имущество ну девочки вы уходите и все это с собой забираете либо если он что-то сделал некрасиво и вы ему сказали вот бог вот порог пожалуйста двигайся то для него это прям неразрешимая ситуация как из этого выйти как все таки сохранить вот то что у него с вами было это вопрос если допустим к примеру вы не женаты просто как говорится встречаетесь девочки с вашим уходом он реально начал понимать что вы для него все таки очень ценный человек с вами действительно успокоение гармония внутри в душе вы для него понимаете как ангел-хранитель вы его оберег вот я даже не побоюсь сегодня этого слова сказать вы для действительно для него идете как оберег понимает он это осознает до девочки понимает но ему теперь вот это осознание оно ему больно хорошо какие планы намерения у загарного человека в ближайшем будущем двойка чаш планы намерения хорошая карта восстановить ваши отношения все-таки наверху вышел 20 аркад восстановить ваш союз восстановить ваши отношения но он девочки не знает как он вообще не понимает как это сделать как ему к вам вернуться вы теперь ведь уже совершенно будем говорить другого уровня у вас могут быть другие запросы может быть даже те запросы которые были когда-то ранее он их не выполнил а сейчас ему и подавно будет сделать это сложно давайте еще дополним планы намерения в отношении вас о чем здесь двойка чаш что это с вами договориться с вами договориться найти компромисс найти точки соприкосновения у него даже в планах есть такое внутреннее желание начать вкладываться в вас и вообще в целом ваше отношение но опять таки да у него дилемма девочки а получится ли у него а вот этот шанс дадите вы ему или нет чтобы ему вновь рядом с вами быть дадите вот эту возможность или не дадите и пока вот честно говоря вот прям очень активных карт вот в его намерениях в планах по отношению к вам особо то и нет человек все рассчитывает человек все как-то сопоставляет думает очень много думает но здесь видите думы какие он пропускает это через сердечную чакру это не так просто потому что он понимает что скорее всего человек чрезмерно вас обидел и он действительно виноват перед вами как это все исправить ему вообще в сегодняшнем дне может даже не представляться возможность но он хотел через какой-то период времени все-таки девочки с вами ну хотя бы начать контактировать хотя бы его глобальные цели то есть какие не цели а какие перспективы вообще он видит глобальные с вами перспективы с вами какие он видит перспективы интересная карта неоднозначно девочки он видит видите как его склоняет то в одну то в другую сторону перспективы перспективы глобальные перспективы а у него в мыслях возможно девочки есть все таки с вами по справедливости стать мужем и женой если вы не замужем за этим человеком то реально у него перспективы глобально да он может думать для себя что вы действительно можете стать его законной супругой но это должно быть как-то налегке без напряжения без без претензий все то что было в прошлом оставить это в прошлом но видите здесь человек межуется ему действительно хотелось бы быть с вами в союзе и причем в узаконенном союзе ему хотелось бы с вами быть но опять дилемма получится ли согласитесь ли вы чтобы он был рядом с вами если если конечно здесь мужчина женат девочки то он хотел бы с вами также дальше продолжать встречаться то есть ему бы хотелось и сохранить семью и продолжать встречаться с вами то есть опять сидеть на двух стульях это его вот прям перспективы в будущем вы ему важны вы ему нужны без вас скорее всего у него мир неполноценный это как действительно не хватает очень важной составляющей в его жизни а вы реально важный человек в его жизни по девятке пентаклей это как малая императрица да это женщина которая вмещает в себя все четыре стихии она и заботливая она внимательная она умна она эрудирована да она харизматична она сексуальна она понимающая она поддерживающая и сохраняющая тут много эпитетов можно перечислять по девятке пентаклей то есть ну это еще раз повторюсь равно как императрица практически поэтому вы конечно для него очень важны и вы ему нужны если девочки вы со своим супругом как говорится поссорились из-за третьих лиц ну или просто из-за какой-то ситуации не очень хорошей которая могла подорвать ваш быт вашу материальную составляющую то конечно человек хотел бы в планах у него действительно устроиться на две работы стараться обеспечивать вас насколько у него это получится насколько он будет это способен он в глобальной трансформации девочки и у него действительно проходит с ним происходит очень серьезные изменения изменения насколько человек прям будет дальше идти в этих изменениях по жизни правильно честно в первую очередь будет честным самим собой это конечно же вопрос потому что мы все прекрасно знаем люди особо не меняются они могут поменяться измениться на какой-то период времени но здесь тоже очень важно понимать если человеку понравится быть в измененном состоянии он может это зафиксировать и остаться на всю на всю жизнь в этом состоянии это как примерно у кого есть вредная привычка с курением человек курил длительный период времени а потом бросил и больше к этому не возвращается потому что ему понравилось жить без никотина да то есть нет вот этих уже неприятных ароматов условно да и здоровье как-то получше ну и так далее поэтому если ему понравится в этом состоянии то конечно действительно у вас может и наладиться ваша семейная жизнь но если нет тогда нет ну никто никогда гарантии не дает честно говоря да и невозможно никогда дать гарантии что будет на потом да мы можем посмотреть только перспективы примерное развитие событий потому что все зависит от наших с вами решений какими они будут мы же сами строим свою судьбу карты таро лишь нам указывают путь а будем мы этот путь брать или не будем это уже другая история ну и давайте все-таки посмотрим заключительный вопрос что вам необходимо знать об этом человеке с точки зрения высших сил и это будет касаться непосредственно вас у него есть по отношению к вам импульс ему хочется с вами общение ему хочется с вами встреч но здесь возможно человек действительно как мальчишка как юнец еще не совсем сформированный сформировавшийся да он только на стадии как говорится познания самого себя хотя нам показали он король жезлов девочки но рядом с вами человек все-таки мальчишка да мальчишка может быть конечно он младше вас может быть и что ну девочки он на вас залип очень причем сильно залип вы для него луна вы для него таинство и ему очень 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 одиноко без вас почему говорю одиноко потому что на дне колода еще у нас отшельник да ему безумно одиноко без вас но человек все равно это особо не транслирует он это не показывает и закрывается закрывается страдает воет на луну вы его очень сильно притягиваете вы очень сильно его маните у него действительно по отношению к вам какая-то юношеская влюбленность безумная влюбленность но видите как человек человек конечно здесь от вас очень сильно зависим от вашей женской энергетики прям очень сильно зависим и справиться он с этим состоянием на самом деле не может пытается разобраться пытается именно пытается потому что у него нет еще вот это вот внутренней осознанности что действительно у него по отношению к вам что это такое что это за тяга такая неимоверная почему вы его затронули и причем очень глубоко очень глубоко луна она копает прям в бессознательное знаете еще какой момент здесь может быть вы та женщина которая вскрыла ему очень болевые такие внутренние психологические травмы которые он долго-долго от себя прятал здесь травма на самом деле это ну давайте так скажем до конца человек не смог отсепарироваться от своей матери скорее всего так это на самом деле травмой человек уже взрослый а он до сих пор допустим может быть мега привязан к матери прислушиваться допустим к ее мнению либо зависеть от ее влияния ну там очень много может быть всего я не буду сейчас это все поднимать на поверхность но здесь однозначно вы возможно действительно ему показали что он еще реально не самостоятельный к сожалению для него возможно девочки к счастью потому что если человек реально вот это вот понял понять то это одно это нужно же в этом еще разобраться принять и трансформировать видите как поэтому тут конечно у него ну прям серьезные процессы реально с ним происходит дай бог чтобы эти процессы у него все-таки продолжались двигались не останавливались чтобы он сам не блокировал а он же может это блокировать все-таки вышла первая самая первая это двойка мечей я вроде бы что-то понимаю но я не хочу вернее да правильно понимаю но я не хочу это принимать мне страшно ему действительно страшно девочки осознать какой он на самом деле никто не хочет смотреть правде в глаза никто если допустим к примеру мужчина живет с супругой и она такая больше добытчица а он ну естественно здесь тоже человек работает но видать мог прийти такой момент пик что пора мужчине становиться мужчиной а это для него сложно и поэтому видите как в семерке кубков сидит он действительно может хвататься за одно за пятое за десятое а ничего не получается не не научен потому что нет осознанности ну такой девочки сегодня получился расклад пишите пожалуйста в комментариях насколько с вами резонирует насколько с вами проигрывается благодарю что вы со мной подписаны на мой канал желаю вам всем ясности ума просветления вашей души и если вы чувствуете что вас действительно душа к чему-то призывает куда-то вас зовет прислушайтесь и идите по этому пути всего доброго до новых видео смешон до новых встреч